Для меня все начиналось примерно так. Я шагаю по Сретенке. Иду домой из школы. На дороге валяется мертвый мужик в ложе крови и собирается толпа ротозеев. Я тут же присоединяюсь к толпе, смотрю, как к моим ботинкам подкрадываются ручейки крови, затем разворачиваюсь и иду в другую сторону. Решаю на часок заглянуть к подружке. Кристи работает моделью. У Кристи сидит Ануфриев с компанией. Они рисуют картинки и спорят о ЛСД-революции. Незаметно наступает вечер, и все собираются на Гагарин-паде. Я думаю о том, что вот так вот и выглядит конец Советского Союза, о котором активно пишут все газеты. Я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Мы были единственным поколением, у которого эту свободу почувствовали, и единственным поколением, у которого ее прославили. Ты не чувствовал разве эйфорию такую от свободы, которая появилась? Я ее не чувствовал, мы ее создавали. Я таких людей просто не встречал еще в своей жизни. Они были все в черном, у них были такие прически набриолининые, они вообще такие были и настоящие япи, как я потом узнал это слово. Их можно назвать на сегодняшний момент отцами русской рейвовой культуры. Тогда клубов не было, были они рейвов. Исчезли какие-то люди, какие-то места. В 1999 году исчез мой друг, диджей Вани Салмаксов, то даже не нашли его тело. Никто не знает, куда делся Вани Салмаксов, одномоментно исчез. Если я не ошибаюсь, его убили какие-то злые люди. Еще недавно я с друзьями вместе танцевала на танцполе. И вот все поменялось.